Ты кушаешь перчик болгарский? Помидорчик кушаешь, да? Да, это маме, да? И оливки. Покажи, как ты оливки кушаешь. Мы первый раз увидели, что он кушает оливки. Оказывается, ему нравится. Вот эту тарелку съела и принесла снова. М-м-м. Вкусно? Ну, было не у тебя. Да, это были перчики. Вот один перчик у тебя, другой у меня. Перчик болгарский, да? Вкусный? Ждем наш заказ. Суп. Какой-то противень бол, да? И тако. Болгарский. Тако, чикен тако. И салат сейчас пойдем возьмем. Короче, большой выбор. И сладкое еще там. Кушаем. Наслаждаемся. Помидорчики. Вау, принесли два чикен тако. Это супы, потом кальцом. А вот это что? А, нет. Протеин, да? Да, сейчас будем кушать. И все. И потом мы еще закажем сладенько. И салат пойдем возьмем. Класс. Спасибо богу. Все, наконец-то. Дети. А, руки, руки, руки. Натынька, ты что тут делал? Скажи маме, я помогаю. Все. Я только что все повырывала. Конечно, с Натыньелом вырывали мы, да? Я залазила на вот это, отрезала все эти веревочки. В общем, у нас вот такая гора от помидор, от огурцов. Фух, тут уже прочистила. Ну, в общем, чистота, порядок. И еще осталось вот то. Это пока нас не было две недели. Ай! Пока нас не было, тут вообще все позарастало. Давай мама заберет вот эту штучку. Давай. И все. В общем, у нас уже порядок, наконец-то. Можно спокойно жить. И знаю, что огород, земля отдыхает. Будет ждать весны. А то еще все вот эти травки нужно повырезать, повырывать. И все. Я планирую вообще один ящик засадить клубникой. Потому что там клубника у нас не очень. Я хочу, чтобы здесь пребросло. Весной я уже, Алекс, я уже рожу. Так что Алекс скопает мне огородик тут. Да, Ляля? Да, мама бирочки ставила, да? Название помидорчиков. Так что Алекс мне перекопает. И уже будем садить весной. Да, сыночек? Привет! Скажи, мама. Мама. Скажи, папа. Папа. Малый, дед, скажи, ля-ля. Ля-ля. Ой, скажи, деда. Часы. Скажи, деда. Часы. Это часы. А скажи, деда. Часы. И скажи, папа. Папа. Ну что ты говоришь, Нинтуа? Ты баловался? Папа. Скажи, жаба. Скажи, жаба. Пссс, скажи, жаба. Скажи, и Вайсик. Смотри, какие листики падают. Осень, осень. Короче, наговорились, да? Ты наговорился? Натанька, скажи, пить. Скажи, пить. Скажи, пить. Ой, деда, он красивый какой. Ой, деда, он красивый. Упс, и веселый. Время. Восемь часов пасти. Деда, ты играешься, да? Скажи, с папой классно играть, когда папа работает, целый день не видишь, да? Папа. 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 Папа работает. Папа так, папа работает, как попухой. Еще спроси. Папа. Папа. Папа работает. Папа. 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 А мне прям не сидится дома просто. И у меня самый лучший друг, это мой сыночек, поэтому я его взяла. И мы приехали в такую красоту. Я так люблю все, что с праздниками связано. Такая красота. У нас, в корочели, конечно же, сверху всегда есть. Но так как сейчас уже все как с Рождеством связано. Санта Форю. Сейчас еще даже День Благодарения у нас не было. Сейчас только ноябрь, 17 число. Но у нас уже все полным ходом. Все такое красивое. Краснечное. Сыночек, как тебе нравится? Ты видишь, какая там красота? Ёка, какая красивая. Пойдем? Да. Поближе пойдем, посмотрим. Да, мой хороший. В общем, на улице дождь идет. Но это нас все равно не остановило. Ехали мы аккуратно. Ну, какая же красота. Я вот специально привезла Натанила сюда, чтобы он увидел эту всю красоту. Смотрите. Натанил классно? Там как гномики украшают елочку. Видишь? В общем, сегодня мы будем смотреть много всего интересного. Да, там подарочки. Натанил, какой красивый мальчик. Пошли дальше? Да. Да, там еще есть магазины. Есть еще много разных магазинов, где игрушки. Там еще что-то интересное. Там фотографии с Санта-Клаусом можно делать. Ух ты. Натанил, смотри. Ой, как интересно. Ты видишь? Красота. Вау, сколько всего. А, смотри, там. Смотри, там кто-то там. Гномик на елку залез. Видишь? Да. Да. Есть столько интересного. Класс. В общем, приехала ради того, чтобы просто подарить себе возможность насладиться эмоциями Натанила. Так можно говорить? Вот это красота. Красота. Будем смотреть, наслаждаться. Я ничего не планирую покупать. Алекс говорит, ты планируешь что-то покупать? Я такая, нет, вообще нет. Такой красивый домик. Я говорю, только наслаждаться. Едем смотреть. Ой, смотрите, Санта-Клауна стал. Ой, напинчка. Ты видишь дядю Санта? Да. Да? Класс. Смотрите, какая красота. Дядя Санта. Все, кто верит в Санту, это место для них. Саркунчики. И всякие эти гномики красивые. Домики с гномиками. Вау, вот там садят, садят детью Санта-Клауса и спрашивают Санта-Клауса, что ты хочешь на Рождество? Ой, это так красиво, как в фильме просто. Он спрашивает, наверное, а потом передает родителям. Ладно, мы пошли дальше гулять, посмотрим, что там дальше есть. Да, сыночек, пойдем? Класс. Вот, за что я очень люблю мою, то, что здесь можно выбирать рождественскую игрушку. Ой, как красиво. Натанька, игрушечки, да? Смотрите, как красиво. Как вы помните, я каждый год покупаю игрушку символическую, что связано с этим годом. Ой, как это мило. Это уже у нас прошло. А нам нужно сейчас найти игрушечку. Ой, как красиво. Найти игрушечку. Сыночка, видишь? Найти игрушку, где беременная. Мама. Ляля. Бебечка Натанечка. В общем, сейчас будем смотреть, что тут есть. В общем, есть тут игрушки с беременностью связаны. 25 долларов. Но здесь нету собачки. Так что это уже нам не подходит. Я тогда буду, как в прошлом году, заказывать на Амазоне. Там большой выбор игрушек. И я тогда смогу уже выбрать то, что я хочу. Ну что, пошлите дальше. Посмотрим, что еще есть интересненького. Та еще сегодня на трене. Он так долго поспал. Почти 2.40 спал. И он перед сном покушал чуть-чуть. И я понимаю, что он, когда проснется, он уже не будет хотеть кушать. То он проснулся. Я сразу его собрала. И мы поехали в мол. А тут походим, погуляем. Здесь на втором этаже есть food court. И там можно будет купить покушать. Так что я рассчитываю, что мы потом, все того, как погуляем в моле, потом сможем зайти и что-то купить вкусненькое и подкрепить. Хотя на Теню я дала снэк. Такой полезный, без сахара. Ну ничего, уходим. Надеюсь, он все равно успеет проголодаться. Вон, food court. Там, здесь я вижу, что тут аж на второй этаже уже нужно идти. А я еще на первом не все обошла с Натынькой. Так что пойдем в другую сторону. Там есть Apple Store. Но нам он не нужен, так как у нас все есть. Нет никаких планов покупать новый телефон или технику. Поэтому пройдем мимо и посмотрим, что в тех магазинах. Там есть вещевые магазины. Так что пойдем посмотрим. Да, вот сейчас Black Friday. У нас через неделю уже будет день благодарения. Black Friday 50% скидки. Ну или они чуть-чуть искусственно поднимают, а потом типа делают скидки. В общем, я вспомнила. Если в Мэйсис, то на втором этаже есть все вот такого рождественского плана. Только я не знаю, как попасть на второй этаж. Этот эскаватор идет наверх. Вон, на низ. Вон, наверх что идет. А, с обратной стороны. По поводу одежки. Ценный свитер стоит 50 долларов. Но он такой тепленький, хорошенький. Вот такой ситерок. Ой, класс. Красивенький. Ну, в Моле всегда вещи очень дорого стоят. Поэтому, если покупать, я предпочитаю онлайн покупать. А если в магазин, то тут всегда дорого. Всякие украшения. Красивее. Блестенит все. Смотрите, какие красивые. Сейчас, сейчас, вот эти красивые. Вообще, все красиво, что блестит. Для девушек это, конечно, красиво. Вот как, смотрите, как красиво. Family style. Family style. 50% обычной цены. Натэни, уйди сюда. Натэни, уйди ко мне. Пошел. Вот и все, тоже 50%. Такое. Смотрите, как красиво. Петерчок. Класс. 70 долларов, 50% это получается 35 долларов пиджак. А мужской 140-70 получается. Платьечка. И девчачья. И женская. Очень круто. Если вот это платьице, смотрите. Вот. Она стоит 49, 50. 25 долларов платье. Класс. Тут много, кстати, вот сейчас можно получить этих хороших deals. скидок. Вау, пижамы. Класс. Вот тоже куча разных пальтишек. Класс, Майкл Корс. Такой классный. Красивенько. 400 долларов, но стоит 60% скидка. Мой животик. Сейчас, смотрите. Сейчас, сейчас. Где мои ключи? Сейчас. Сыночка. В общем, мой животик вот так выглядит. Сейчас 30 недель. Почти. 31 неделя почти. Вот. Такой животик. Да, костюмчики, да? А вот эти. Келвин Клейн. Или Кляйн. Вот. Тоже 400 долларов, но 60% скидка. Много здесь выбора. Можно смотреть даже, насколько на сайте стоит. ой, как я люблю такие курточки. Сыночка, пока не перевернись, хорошо? 25% скидка на такие курточки. В общем. Ой, вот эти. Я люблю пижамки всякие. Моя мечта – это купить семейную такую пижаму, чтобы было вот такое для всей семьи. Для мамы, папы и бэйби. Класс. Натэниел, смотри, какая классная. И потом сделать фотосессию. 30 долларов, 6-7 лет. Нам надо поменьше размер для Натэниела. Вон есть поменьше. Можно пойти посмотреть. Сыночек, пойдем посмотрим. Ой, какие классные. Смотрите. Убай. 60. Короче, здесь в честь Black Friday, в честь Дня Благодарения, сейчас большие скидки. Смотрите, какой халат. Как будто Санта Клаус у нас дома. Ой, сыночка. Я как раз сам. Ой, смотрите. Ой, смотрите. 2-3 года это вот это Натэниелу нужно. Что там сейчас по ценам? 30 долларов тоже 2-3 года. Вау. Можно красненький наборчик. Вот можно такого плана с ножками закрытыми. У нас же уже человек уже взрослый. Да, Натэниел? Ты уже взрослый? Ты взрослый? Да. У тебя вкусные конфетки там? Не конфетки, а... Давай мама покажет, что это ты кушаешь. Organic smoothie melts. Да? Это вообще без сахара. Просто манго, морковка и кокос. На, ам, ам, кушай. Ну, в общем, мы все поняли. 30 долларов пижама для человека маленького. А, хотя здесь пишут, видите, special price еще 50 процентов скидка. Ай, родной. Класс. В общем, мы все поняли. Вот. На такие цвета вообще 30 процентов скидка. Садись, сыночек. Пошли посмотрим, что там есть из рождественских подарков. Ну, вернее, не подарков, а украшений, декораций. Уже нужно, кстати, скоро украшать домик. Я знаю, многие сейчас американцы уже украсили елку. Украсили дом елкой. А я, не знаю, я предпочитаю всегда после дня благодарения украшать. Как раз день благодарения 23 на 24. И после этого уже все можно украшать. Да. А так получается елка на день благодарения для меня не очень. Ой, как красиво. Ой, мне такое тоже нравится. Все, пошли дальше посмотрим, что там есть. Скидок сейчас много. Ой, Натенька, смотри, какие красивые курточки. Это юбочки для девочек, плачечки. Ой, какие красивые. Сколько они стоят? Ого, 75 долларов. А чего так дорого? Экстра дискон. Получается 19,99 сейчас стоит курточка. В смысле? Я не думаю, что это цена, что это скидка, просто 19,99. И шапочка есть. Это юбочка, да, у девочки? Это кукла. Это кукла, это не девочка, это пластиковая куколка. Видишь? Да? Ты такой красивый. И кукол столько. Здесь столько игрушек. Вау. В общем, это девчачий отдел. Нужно идти у мальчкова, посмотреть, что там есть. Лего, игрушечки всякие. Так, где мой ребенок ушел? Нашего ребенка нужно забрать. Вот, 30-60% скидки на игрушки. Датенька, пойдем посмотрим игрушечки. Здесь столько много всего на разный возраст. Столько много игрушек. Вообще, как игрушечный мир просто. Знаете, мне вот это очень сильно нравится. Вот эти разукраски, они просто получаются как фломастерик, кисточка, туда наполняете водичкой. Вот этот карандашик. И получается, вы разрисовывает ребенок, вот просто рисует, оно мочится страничкой и сразу появляется картинка. И вот очень круто. Сразу можно сразу можно говорить ребенку заданием, разрисуй черепашку, разрисуй тюленчика, потом найди рыбок вот тут. Они окажутся здесь все есть. ну очень круто, вот если даже присмотреться, вот эти рыбки, они есть. И они потом, когда эта страница высыхает, она опять встает белым. И кстати, когда в самолете мы ехали, я видела, что другие детки вот такими занимались сколько от трех лет и старше. Я не знаю, сколько здесь стоит, но в других магазинах они стоят долларов пять. Вот цифры можно изучать, сразу буквы рисовать. Жалко, что тут цены нет. Жалко. Идут всего четыре страницы, но пока ребенок нарисует одну, вторую, уже первая высыхает. Класс. Так что это классно. А чтобы на Теннил сидел спокойненько, мы всегда с Аликсом ходим, когда по магазинам, мы всегда на Теннилу даем какую-то игрушку, он играет, мы ходим, покупаем всегда продукты, или книжку я ему даю, и вот он играет, потом ему надоедает, и все, мы оставляем, берем другую, или просто оставляем и уходим, и он спокойно реагирует. Где птичка, где птичка, вот это нажимай. Классно. Пошли дальше. Обошли мы уже весь магазин, уже пришли на второй этаж, мы не уходим. Иногда думают, что он нечейный, потому что он так убегает вперед, но не так прям сильно вперед, но так, он на таком расстоянии, но просто думает, такой самостоятельный мальчик. Мальчик, тебе год и 11 вообще-то, а ты ходишь как мама в детстве. Я была такая независимая всегда. Лифт, да? Лифт. Скажи, я помню, в Мексике лифтом пользовались, везде, где есть возможность, пользуемся. Что сейчас карасели начинают кататься? Я специально не иду этой стороной, потому что я хочу, чтобы мы дошли до еды, покушали, а потом уже покатаемся и поедем домой. Пойдем, сыночек, пойдем? Да, там кнопочку надо нажимать. Пойдем? Не себе рассказывает, что там. Пойдем? пройдем. Прошлись мы уже по всем точкам, где еду можно купить, хоть поезд, вот это называть. Тут сразу детская зона, площадка. Мы пришлись на Теннила, чтобы он побегал, потом он проголодается и он кушать будет. Здесь куча всего. Он залазит, на всякое такое, сидит, радуется. тут конечно ворог нет, но это не убрать. А что нужно для мамы? Ой, девочка. Что нужно для мамы? Главное, чтобы детя была счастливой. И все. Вот, мы купили еду. Натаня уже нагулялся, сам прибежал, купил водичку и теперь ам-ам просит. Как вкусно, да? еще ням-ням. И брокколи здесь есть с кабачком. Ну все, вкуснятина. Я взяла и рис, и вермишельку и заплатила 10,70. Да, мы взяли вот это кайп-кетчер. Ирисик. Да, вермишельку давайте. Вкуснятина. Я пока на Теннел кормлю. Там уже сама буду кушать. Вот такая еда. Все, находились мы уже, вышли, а тут дождь был. Ой, как красиво. И, кстати, не сильно холодно. Я думала прямо капшончик одевать на Теннел на Теннел оказалось очень даже хорошим. Так что вот, мы сейчас идем на парковочку нашу. Хорошо, что мы нашли прям рядышком, хотя сегодня пятница, вечер. Ой, ты узнаешь машину, да, но это не она. Моя. Да? Скажи, у бабушки такая же машина, да? Да, идем. Теннел прям все видят машины, он знает, какая у Алекса машина, какая моя машина, какая у бабушки машина, какой микроавтобус наш. Да, детки даже в таком возрасте все понимают и все запоминают очень-очень сильно хорошо. Ой, мы так наелись хорошо. Хорошо, я свою водичку взяла, потому что пришлось бы покупать бутылку с водой. Так, мы все покушали, осталась еще еда, везем домой. Все, пока мол, приедем еще как-то в другой раз. Все, пока-пока, спасибо, что были сегодня с нами. Поехали, поехали.